Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 868. События дня. Третья книга. Царств 14.6. Я грозный посланник к Тебе. За 2 мая 2018 года. Исход 33.4. Народ, услышав грозное слово, сие возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Исайя 33.3. От грозного глаза Твоего побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена. Иеремея 23.19. Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых. Иеремея 30.23. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Брат Сергий оформил беседы и переписку с ССД. Вот это. Сфотографировать можете или нажать на контур, а потом сюда. Вот оно. Серахов 33.2. Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? А так вот к этой переписке моей относятся. Серахов 6.1. И не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор. Так и грешник двоязычный. Серахов 6.9. И бывает друг, который превращается во врага и откроет сорок поношению твоему. Вот здесь полностью все сходится. И 3 Иоанна 1.4. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Ну и большей печали нет, когда превращается во врага друг. Видеоролик выставлен. Серахов 37.2. Вот он как. Если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. Мировым, Игнатий Тихонович, посмотрел сейчас ролик, у меня возник вопрос. Сестра на видео покрыта платком, не полностью. Расскажите поподробнее, как же нам, женщинам, их носить? Волосы все убирать под платок или нет? И можно ли женщине отрезать челку и красить волосы хной для украшения волос и закрашивания седых волос? Спаси Христос, спасся Игнатий Тихонович. Это Вера пишет им. Вера. Я отвечаю. Тут не обговорено, когда на работе или еще где, но не в храме. Она увидела, тут у нас сестра одна сажает. Святые яблони. И по-рабочему одета здесь. Мусульмане в этом вопросе правее нас. Но далее все везде одинаково. Ни хной, ничем не красить. И седину уважать, а не прятать. Мои года, мое богатство. Под платком волосы полностью убирать. Челку не резать. И концы косы. Волос не подрезать. Тут отношение, как и у мужчин к бороде. Ни волосинки зря не тратить. Надежда Васильевна у меня везде ходит по церковному. Платка два. Нижний, ну верхний, нижний называется повоник, а сверху под булавку которой. Ну еще даже спрашивает, а можно, нет, там, под мышками, ноги подбревать. Глупости. Даже отвечать не хочется. Мне до того это неприятно. Вера говорит, спаси Христос вас, Игнатий Тихонович. Я хочу с вами выйти в скайп. Да все стесняюсь. Если Господу будет угодно, планирую на субботу. Если вы будете не против. Хочу поговорить, поблагодарить вас за все, что вы для нас делаете. Все рассказываете. Священнику задаю вопрос о платках-то, хотя знаю его ответ, что он мне ничего не ответит через интернет. А не отвечает, думаю, потому что матушке его, видно, нужно самой одеть платок. В общем, горько и больно наблюдать, как люди ходят во тьме. И в пример ставят священников, как они живут, православных. Но ни слова Божьи, ни труды святых отцов. Меня Игнатий Тихонович уже считает сектанткой. В общем, голова кругом идет. Что происходит в православии? Игнатий Лапкин. Почему на субботу откладываете? Можно и сегодня. Притча 27.1. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родить тот день. Вера, спаси Христос Игнатий Тихонович вас. Поговорила с вами, и душа успокоилась. То есть я тут же и сказала, и она тут же вышла, и выставили ролик. И вы увидите его. Блажен муж, у которого жена такая, так называется. По всем вопросам, что у меня были, и которые меня очень беспокоили. То есть поговорила с вами, и душа успокоилась. Особенно о платке и клиросе. Очень рада, что вы у меня есть. Николай один пишет. Мы с вами еще антихриста обличать должны будем. Параноидальный шизофрения у него. И тоже побеседовали, я выставил. Вы пришли к людям путем праведности, а я путем греха. Не зря вы о мне тогда молились. Не зря. И ролик называется «Отковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». На этот ролик, который мы беседуем там с одним Василием. Ну, тут же ролик так называется. Вот ролики называются «Местами Писания». Ну, много ли таких? Вот я гляжу у Ткачева там. Самые сильные проповеди. Проповеди не оторвешься. Да как так можно называть? А чтобы привлечь таких людей? Ну, по-мирски. Как это я могу решать? Таких поведений, ну, можно попроще-то, поскромнее. Таковы будут иметь скорби по плоти. И вот на это отзывы пошли. Все так и получается, если отдавать предпочтение мирским стереотипам. То есть жена у него ушла, он старался, ребенок у ней. Будешь фетишизировать обывательские ценности, дом, семья, работа, чтобы не хуже, чем у других и так далее. Рано или поздно все это потеряешь. До сорока лет многое сходит человеку с рук. Многое прощается. Но примерно с этого возраста приходится расплачиваться за все, что успел натворить. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждое дело обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Как спасется? То есть не уничтожится. В огонь пойдет. Первое, коринфянам 3.10. Вот спасется, но как бы из огня. То есть потеряет почти все. Я добавляю от себя, что тем больше потеряет, если будет продолжать бороться. Ибо нет у него смирения. Это все под тем роликом. Вчера я скинул. Беру отзывы какие есть. Марк Марсенковский. Дайте, пожалуйста, контакт, Василий. Хочу взять интервью и осветить тему публично, чтобы помочь человеку. Ну, и нет у меня. Нету. Я не знаю даже, как. Ну, как-то подумайте, через это зайти можно. На Калиникова выйдите. Калиников. У нас очень часто здесь. Он везде тут есть. Калиников Виталий. Залейте, где мы с ним беседуем, и на него выйдете. Калиников Виталий. А Виталий-то навел его сюда. Надежда Тишли. Какая трагедия. Василий, стучитесь наипаче к Богу всем вашим сердцем. Считайте Евангелие. Будем за вас молиться. Очень сложная ситуация у вас. Да поможет Господь вам. Сейчас много сатанинских организаций, которые учат, как стать успешным и так далее. То есть есть такая организация. ТЭД. Мой знакомый вообще от Бога отказался. Будьте осторожны. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ну, какая-то рюша-хрюша. Грустная история, конечно. Могу разве что посоветовать, осветить эту историю в средствах массовой информации. Других мыслей нет. В наше время жениться – это как прыгать с парашютом. И знать на 80%, что он не раскрывается. Такова статистика разводов. А оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько одиноких женщин с детьми. Сколько разводов с нашим законодательством и воспитанием. Что мужчин, что женщин. Брак – это кабала. Институт семьи полностью развален. Права женщину уже ущемляют мужские. В наше время брать в жены неверующие – это как бомба замедленного действия. Ничего ей не мешает взять и уйти от вас. Западная культура, общество потребления сделали свое дело. Выход из этой ситуации есть. Достаточно, оглянусь, посмотреть на мусульман. Там с семейными отношениями очень строго. А еще посоветую посмотреть видео Игнатия Тихоновича про подкаблучников. Очень полезно будет любому мужчине. Я, кстати, на вас так и вышел. Еще беру ролик номер 3. Роспотребнадзор атакует детский православный лагерь САД. А название ролика такое. 2016 год. Так. Адольфович, вместо того, чтобы помочь, они, сволочи, топят. Дед подкованный в юридических вопросах. Деда так просто не сломить. Валерий Соломатин. Христос воскрес. Какие проверки. Им что, трудно поднять одно место и посмотреть этот канал? Да такого лагеря во всем мире не найти. Сергей Рожин. С превеликим удовольствием посмотрел именно это видео о противостоянии с системой нашей, заточенной против народа, а реализуемое нами идиотами. Это надо доказывать как видеоинструкцию всем. Долгих лет организатор лагеря и всем причастным. Какой-то СС. Молодец, что не прогнулся. Ты правильно все говорил. А полицейский хитрый и вашим, и нашим. Валерий Соломатин. Где этих женщин воспитывали? Уверен, что из детей, воспитанных в православии, таких лживых и никчемных специалистов не получится. Так держать, Игнатий Тихонович, Даниил Ефремов. Разумно вы их прессанули, Игнатий Тихонович, Сергей Ефимов. Разумно, да. Вроде, Сергей Рожин. Вроде нормальные люди с виду, как ярко выражена зависимость от системы, которая людей ломает. Сергей Рожин. Надо было медкнижки попросить. Заключения психиатров и наркологов. В детский лагерь ведь идут. Хотя у этих начальствующих. Метрополит Феофан. Человечего ищут, не Божьего. Господи, помилуй. Держитесь, Игнатий Тихонович. Михаил Березкин. Нет, не дадут человеку просто жить на земле. Зароют бумагами и похоронят. Был бы суд, и суд им не вырешил ни рубля. Алексей Яровой. Вот налетели говно куски. Опасные люди для системы. С таким ничего поймать нельзя. С таких. Кредиты не берут. ГМО продукты не употребляют. Вследствие чего не болеют и на лекарства денег не тратят. Это уже, видно, к нам пишет. От меня лично, дед, уважуха тебе. Ты молодец. Денис Занских. Один капитан нормальным оказался. Валерий Плесков. А они брезгуют вашей пищей и лагерными условиями существования вашего лагеря, похожего для них на Освенцим. Алекс Кларк. Игнатий Тихонович, человек, скала. Крутой мужик. Бошин. Бесы в форме. Никола. Игнатий Тихонович, не надо было давать им паспорт. Не имеют права его требовать. Руслан Сидоров. Если бы все люди жили бы так, все были бы в здравии, любви и благополучии. Михаил Березкин. Полицейский очень доброжелательный. Михаил Березкин тоже. Понятых с собой, что ли, привезли? Удобно. Да, с собой. Прямо. Микс. Сколько людей бесплатно в день не работали, а поедят, хлебным маслом намажут. Кто-то должен работать. Путин дал указание. И сколько пошло? 110 тысяч вышло на проверку. 110 тысяч. Столько в Роспотребнадзоре. Это дивизия. Полная дивизия. И получают, наверное, не по тысяче. Сколько миллиардов уходит? Не миллионов, а миллиардов. В один месяц. И что они дают? Они чего не дают. Нужны они проверять гнилые товары, чтобы в магазине людей-то не травили. ГМО, все это. Но мы-то ни при чем. Детский лагерь. 45 лет. Ни одного заболевшего за 45 лет. Ни одного утонувшего. Ни одного сгоревшего. Ни одного отравленного. Только прошли проверку. Дети утонули. 14-й. Там, в Сямо-Озере. В Карелии. Ну что, проверили. Спасили. Вместо 14-й, сейчас 64. Сгорело. А это убрали. И 5 проверка. Ничего не даст. Молиться Богу надо. Что он, президент, сделает? Все. С каждым ребенком водиться будет? Микс. В этой стране не выжить никому. Душат со всех сторон. Спаси нас, Господи. Так. Лагерь я, как начальник-основатель, его ликвидировал полностью. И купили дом. Дома в деревне-то. И теперь в дома приезжают с родителями, отдыхают здесь. И работают. Александр Марьясов. И вечный бой. Покойным только снится. Владимир Брелюк. Ха-ха-ха. Молодец, дед. Нормально. Права не разъяснены. И пусть катятся колбасой. Восемьдесят дед, как-то у деда память. Православный глаз. По-настоящему жалко этих людей в погонах. Лариса Сенькова. Игнатию Тихону еще уважение и почет. Божьей помощи организаторам православного лагеря Стана. От нее ребенок был у нас. Черник. Крюшкотворочие нуши. Христианская нуша. Люди, оставайтесь, пожалуйста, людьми. Не обижайте друг друга. Виталик. Просто твари. Продажные твари. Православный глаз. Правильно сказал Игнатий Тихонович, что вы, как неживые, точно как зомбированные, работы не хотят лишиться. Алисей Куракин. Вот так всегда у нас. Протоколируют всегда не полностью, как хотят. А потом дают неверную формировку и начинают своевольничать. В суде, если понадобится протокол, этот судья будет неправильно информирован и будет вынесен неверный вердикт. Уже заранее начинают лживо наперед писать поклеб. Правильно Игнатий Тихонович говорит, что не будет подписывать лживые документы. Должно, если протокол составляют, протоколировать полностью, без всяких сокращений. И ничего не убавлять, и даже не прибавлять. А сейчас еще и спорить начинают, что документ подписывать отказываются. Народ, не подписывайте документы, если они не полные. В суде это все имеет большой вес. Думайте всегда наперед, что подписываете, для чего подписываете. И зачем это надо. Учитесь. Не спешите никогда. Ибо ваша подпись может обернуться против вас. Как обычно, одела форму, а тварью быть не перестала. Максим. Кровососы на шее у народа. Благослови вас Бог Игнатий Тихонович и дай вам Бог здоровья. Миссис. Саул. Слава Господу за деда. Аминь. Юрий. Росподнадзор всех в расход паскуды. Крысы лучше ему помогли старому. Вадик. Эта жидовская система власти погубит всех. И детей, и взрослых, и верующих, и неверующих. Елена Соколов. Удивительный. Восток. Не обольщайтесь. Дело не в нормах. Их каждый год новое придумывают. Вы для них корова дояная. А ободрать как липку. Лариса Синько. День славных всех вальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 12 июля. С праздником всех православных. Артем Москвин. Самое, что страшное, эти бабы от органов-то. В данный момент не бабы, а не функции, которая должна быть выполнена. Исполняя букву, забывают о духе закона. А они, в общем, тоже в рамках своей должности. И тоже получат по заднице, если что не так. Поэтому проще встать в позу. Все зафиксировать, задокументировать и выставить дедоопасным элементом. Вот так нас и перемалывают по одному. И вроде бы в рамках закона. По всему видео делаю вывод. Власть у нас отдельно. Народ у нас отдельно. Александр Нестеров. Одолели им мужика. Денег хотят, что ли, шкуры барабанные. Ара, Елсян. Наказание с крапивой. Это шикарно. Интерес. Лагерь усилел или сожрали. Но еще приезжала полиция. Там с 17-го вечера. А в 18-го утром я уже расформировал лагерь. В деревне собрали собрание. Все, что принадлежит лагерю со строениями, передал деревне. И не хозяин. Все. Прислугу распустил. А мы 45 лет работали бесплатно. Тысячи детей отдохнули и научились жить. Тысячи. Ни одного больного за 45 лет. Какое еще доказательство? Вот они берут анализы, берет анализы. Сама берет эту ватку, штырех, а за ухом почесала. А потом лезет брать. Какие-то палочки, дескать, наши. Я не палочки. Это палкой надо муштровать нас. Так. Мент про пересадку дал жару. Так. Водила понятую машину стояла в сторонке. Держался. Следовательно, не присутствовал. Посписывать не имеет права. Анна. Швондер и компания. Сергей. А зачем на 22 секунде на удостоверение полицейского штрих-код? Михаил. Этого отца нужен министр образования или его советникам хотя бы? Ну так, я бы не против, конечно. Но как это сделать? Я бы пошел Путину в советники. Молился бы там. Говорил. И пошли бы. Пошел. Но у меня опыт такой, на все министерство хватит. Ну ладно. Помоги, Господи, обойтись без должности. Так. Планета видео. Понятые стоят и не стыдно своим поганым рожам. Полтора миллиона. Штраф. Штрафы. Но явно дело, зачем они вышли? На добычу. Вот. Юрий Соболев. Благодарю за новости, Игнатий Тихонович. Посмотрел. Я в эту историю смутно разглядываю еще один вектор. Там переписка СД. Думаю, есть еще одна сторона противная вам. Но пока не берусь выносить суждения. Слушаем с удовольствием ваши проповеди. Да сохранит вас Господь Христос. Елена Фаур. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вам поклон от отца Геннадия Фаста и матушки. Вот и произошла встреча с ним. Была часовая лекция на толкование книги «Песни Песней Соломона». Мне он сказал, что я точно из Потеряевки, потому что это не так, как все присутствующие. Поделившись с вами и братьями радостью встречи с ним, выставляю свое фото. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Это она говорит так. Вот я покажу сейчас. Посмотрите. Вот отец Геннадий Фаст стоит. Она такая веселая. Ой, ну и матушка рядом. Пожалуйста. Как она одета у нас. Посмотрите. И отец Геннадий Фаст. Он сейчас доктор богословия, говорят. Лещит это богословие. Вот Господь дал какого в православии человека. Стоит и висит-то на нем, как все. Сухонький. А грамоты... До этого был, когда до нашего знакомства, преподаватель Томского университета, физик-математик. А потом вот обратился в моем доме. Господь благословил. Посмотрели. Дальше. Рустам. Рустам. Мир вам. Был у меня первый мой священник сегодня дома. Освящалось жилище. Я ему сказал, что я теперь Рустик, а не Роман. Показывал ему после всего ваши видеоролики с митрополитом Сергием Иванниковым. Вопросов у священника больше нет по поводу вашей принадлежности к церкви православной. Он заинтересован сильно. Ему все понравилось. Сидели, пили чай, разговаривали о православии, о канонах. Этот тоже прислал фотографию. Вот он стоит. Работает врач-патологонатом или что-то. Может, я ошибаюсь. В Италии вроде работал. Но, судя по фамилии, я национальности точно не указываю. Вот. Какая национальности. Но явное дело, что не славянин. И Господь благословит его. Господь новые и новые души находит. Тоже вот. Теперь надо показать наши ресурсы. Вот. Мой мир. Вот здесь я в шапке. Где-то есть голуби, туда не писать. А здесь именно. 21 тысяча фото. И здесь видео наших только 9391. А вот наш... Сейчас я покажу его. Форум. Большой форум. Я сегодня готовлю выставить переписку с мусульманкой. Переписку. Тысячи полторы, наверное, было у нас писем друг другу послано. Мусульманка, повторяю. Жена Мулы. Азербайджан. Город Баку. Тут много фотографий. Я их отдельно потом выставлю. Покажу. Не знаю, тут увидят или нет. Вообще-то, можно было бы и показать даже. А как показать-то? Сейчас я ткну маленько. Так, минуточку. Вот, допустим, где у нас идет первое. Вот это вот. Сейчас я потяну здесь. И если только появится фотография-то, ну и посмотрите. Вот что-то не получилось с фотографией-то. Видимо, нету или что. Ну и я набрал два ролика, наверное, сделать надо будет. Очень большой материал. Может быть, есть тут где. А там фотографии были. А почему-то тут нету. Ну, нету, значит. Ну, очень жалко. Даже не поверилось, что нету. Как же так-то нету? Ну и ну... Я же тут сейчас снимал фотографии. Что сказать на это? Вот, сейчас, может быть, здесь есть загрузка. Вот. Ну и все не знаю. Не понял даже, а куда же они делись? Я их столько снимал. А-а-а! Вот как. Сейчас, минуточку еще подождать придется. Подождать. Вот сейчас я найду, где фотографии. Показать вам эту самеру. Ну, это я шестую, первую. Так, еще. Видите, как надо. Это я на своем форме. Вот он, как форум наш выглядит. 1600 тем. Это наша переписка с ней. Но она вставляла фотографии. Вот она. Вот она. Нашел. Вот она. Видите, как? Как одета. Как будто из нас из храма вышла. Я ей пишу. И всегда привет. И как передает столько ласки, внимания. Мы с ней встретились. В Азербайджане. Там не выскажешь, сколько радости было. Всем говорит. Учитель приехал. Мой отец приехал. Это вот сколько переписки было. Тут встречаются фотографии. Вот третий теперь. Третий строк. А сейчас мы найдем, может быть. Маленько я задержу, но зато желание... Вот она стоит. Самир Атагеев. Здравствуйте. Это я у ворот храма Жон Мироносец. У нас в Баку. Посмотри. Больше, может, нельзя показать. А тут подставки у меня разные. Один снимаю, это никого нет. Вот так. Сейчас я на четвертый перехожу. Все-таки уже показал. Я люблю своих друзей. На песке кто-то написал и рядом босыми ногами пробежал. Ну, интересно. Видишь, она выставила что? Вот она. О! Стоят мусульманки. Мусульманки. Ну, это сбоку непонятно кто-то такая. Она не похожа на мусульманок. Опа. Вот они. Что это такое, мусульманы? Она молится. До горизонта одни мужчины. И вот молятся. Посмотрите, какая-то склонилась спина у них. А этот в кресле сидит. Видимо, поврежденные ноги или что. Вот они стоят. Видимо, это у них в мечети. Был я у них там в мечети молился. Вот. Вот это обед. Конечно, никакой свинины тут нету. Женщина. С ребенком. Вот как она. Видишь. Это русская традиция. Это русская. Вот у русских как бы или ребенка, видишь, тоже не леет. А потом вырастут. Друг друга убивать будут. Когда без Бога-то. И вот тоже как у них там. Видимо, маленькая молится. Тоже она одета-то. Как. Из интернета фото. Вот она стоит какая. Хиджаб. Двойной. Вот они стоят, красавицы. Люба, мило посмотреть. Посмотри, как одеты. И сравни, когда здесь баптисты, там другие. Вот. Полностью одеты, как наши. Полностью. Вот это даже с побойником. Вот это зеленое с одного края, с другого. В середине. Точно видно, посередине похоже одета так, как невеста. Ну, все скажешь. Ну, вот обкрашение-то, это ни к чему. Ну, объясняется, что когда разводятся, он крикнул, развожусь. Она не имеет, дескать, права уже в дом зайти. Поэтому все богатства на ней. Сережки. Ну, так или нет, я не утверждаю. Вот они одеты. Пожалуйста, он с побойником, справа сидит с желтеньким. Хорошо заметно. Ну, как будто у нас сестры выше и одеты, и длинные, и прочее. Вот. Ну, здесь, видимо, пристали и другие, и нет. Вот, видишь, что. Они все были бы православными, и даже девочка маленькая, как одета. Если бы монахи-то не сидели за стенами, не проповедовали. Их, как сказать, основатель-то, Мухаммад, Магомед, как зовут, умер в 632 году. За шесть столетий-то ни одного Кирилла Мефодия к ним не послали, как Андрей Кураев говорит. Вот они стоят. Красавицы. Как они одеты. Как они умеют беречь женщин. И вот они, мужчины, поклонились. Ребенок стоит с лестовкой. Ну, не лестовкой, а щетки называется. А здесь вот, должно быть, дети поют. Нету их. Я брал сюда. Муслим-чилдрен поют. Ну, а это что тут говорить? Не наше. Или она мусульманкой стала, вышла за мусульманина. Пять. Сейчас еще одну покажу, может быть. Задержусь. Но это все переписка с ней идет. Вот я у ней. Вот она мой сидит. Это у ней в комнате. Беседуем. Это у ней как там все устроено. А вот мы обедаем. Ноги поджариваю. Стола-то нету на полу. Это Николай Крущина, шофер наш. А вот мы с ураганом. И вот она около дома, перед ними. И вот стоим с собакой. Она стоит как одета. Мы в городе отдельно с ней ходили. Долго. И вот она собаку пытается погладить. Руку подняла. С ураганом. Какая она добрая, милая. Вот. А то там, где мы были, ходила. Она привела меня. И тут, говорит, дальше нельзя, женщина. Там отдельно нет. А я пошел там, среди этих муслимов-то и побыл. Вот написано. Азербайджан, Баку. Стоит. Азербайджан, Баку. Пожалуйста. Вот там большой университет азербайджанский. А вот мы сфотографировались у православного храма Жон Мироносец. Это высотное здание, где какие-то надписи, видимо, университет или что. А вот дома она играет. Она консерваторию закончила. И у нее высшее образование. Дуба, кажется. На четырех языках разговаривает. А муж, говорит, знает шесть языков. Очень высокий уровень образования. Вот это лежат... Где я стою, здесь у них Библия лежит. Разные издания Библии. Коран. Коран. Там еще какие-то. А вот она на втором этаже. И вот она. В этой серанде как бы смотрит. Вот она. Видно. Тут случилось так, что мы стояли, где поставили. А ночью там должна была пройти большая машина. Она нам мешала. Им мешала. А я был в машине. Ну, что я сделаю-то? Я из машины вышел никак. А Николай там спал, Павлович. Ему позвонили. Хозяева ушли, заперли. Ему пришлось здесь на руках свеситься. И со второго этажа прыгать на землю. Вот мы опять с ней беседуем. О. Пожалуйста. Самир Атагеева. И вот сидим здесь. По городу идем. А вот я дал аппарат. И сфотографировали. Едем в трамвае. Или в автобусе. А вот дома у нее. Вот тут пришла одна мусульманка. И вот эта раздетая какая-то. Полностью. Ну, знакомая, видать. А это ее муж. О. Грузин при том, грузин, как он сказал. Это из воды набирали бутылки или что. А вот Николай на полу сидит. Это я с ней беседую. И тут женщина голая. Грудь. Тут все. Вот она сидит. Штаны такие. Вот она открывает местописание. Я сказал, открывай. Ринам 623. А это от Самиры Баку по скайпу. Можно голос даже ее услыхать, наверное. Если так вот открыть. Меня очень часто спрашивают. Мне 74 года. 75-й. А чем вы болеете? Я отвечаю, не болею. И ни одной таблетки за всю жизнь не съел. Как так? У вас ничего не болит. Болит все болит. А не болею. Болит это естественно. Потому что организм так устроен, что он тянется к земле. И прах ты в прах возвратишься. А где же она тут есть? А чем питаетесь? А вот тут я могу. Это где? Мы ничем не болеем. У человека должно быть подтянутое тело. Я вот иногда в бане пойду. Я всем говорю. И некоторые даже раздражаются. Я говорю, я любуюсь на свое тело. Нигде не обвисшего ничего нет. Лишнего ничего не должно быть. А сколько лишнего? Ну, если у тебя метр семьдесят, значит сто пять отними. То есть килограммов должно быть не больше шестидесяти пяти. У меня 64 вес. Ну, как-то это не то вроде бы. Не знаю, почему тут так. Вот это да. Самира Тагеева. Она просит, поместите фотографии ему с Мурсялем вместе, если есть. Там, где я с ним, есть фотографии. А то ведь у меня ни одной фотки с мужем нет. А так хотелось бы, да еще, чтобы вы там были. Это было благословением. Я-то кое-что выбросил там. Вы же стали не рядом с Мурсялем. Потому оставались в стороне и на фото. А вот уж на видео, там будете вместе. Это уже сегодня стояло на канале Игнатий Лапкин в Ютубе. И вот я просмотрел несколько раз, и нет там этих роликов. Администратор, видимо, что-то делает с ними. Потом они будут там. Заходите на канал, и там они будут их. Это я говорил в 2013 году. В 2013. Вот так. Видите, сколько сегодня выставлять, думаю. Не отставлять, а в администрацию себя отошлю, чтобы поставили. Ну и вот и все. Что у нас тут получилось. Да все, наверное, сегодня хватит. Богу слава.